Девушки отдыхают Ты можешь упасть, упадёшь и разобьёшься У меня есть одно дело, Масёк, а вы идите и не волнуйтесь, как только закончу, обещаю, сразу же спуститься, но, пожалуйста, уходите Довольно выдумывать, Фериде, какое у тебя может быть дело посреди ночи, сейчас же спускайся, Фериде Я сказала, идите, я не спущусь, я должна быть одна Ты можешь спуститься, давай, быстро, давай, моя дорогая Ни за что, если вы не уйдёте, то ничего не получится, я не спущусь, а вы отправляйтесь спать Фериде Пусть сторож принесёт лестницу Фериде Мама Фериде 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 Мой отец был кавалерийским офицером, майором, из-за его службы мы жили в то время в Бейруте Фериде, достаточно, а то живот будет болеть Вот эти съем и всё К ужину не ждите, вечером у меня много дел Утром с Лакманом и Фенди приеду, привезём тебе лекарства К вечеру похолодает, смотри, не простудись Тьфу Если косточки не выкидывать, а опустить их в землю, вырастут огромные деревья и на их ветвях появятся абрикосы. Как так? Ну-ка, дочка. Так. А теперь засыпаем землей. Вот так. Хорошо. Умница. Вот. Так. Так. Мам, но я еще не проголодалась. Пора ужинать. Быстренько садись за стол. Что у тебя за вид, Фариде? А по-моему, у меня все хорошо. Сейчас же переоденься. Когда помоешь руки, тогда будешь ужинать. Я не буду есть. Фариде. Не заставляй меня. У меня живот болит. Я не буду есть. Конечно. Ты ведь ела столько абрикосов. КОНЕЦ 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 Мам, в этой лампе заканчивается масло. Мама? Мама? Мама, можно мне не кушать? Меня очень живот болит. Я тоже так могу. Кто первый моргнет, тот проиграл. Но что, договорились? Мама, зеркало, которое папа купил для тебя в Масуле, я разбила. Ты сердишься? Ах, бархатный мешочек. Из кофей не голос слышен. Смотри, я танцовщица. Най-най-най, най-най-най-най-най-най. Голос из кофе не слышен. Да-тири-да-та-та-тири-да-та-та-та. Да-тири-да-та-та-тири-да-та-та-та. Мама, не надо пугать меня. А что с мамой, папа? Мама, не надо пугать меня. Отец решил сразу же перевезти тело покойной в Стамбул, к особняку, где жила тетушка Басима. Существует немало способов, как отцы могут объяснить своим маленьким дочерям, что значит смерть их матери. Мой отец выбрал ни на что не похожий способ. Вернее, отец так и не смог его найти. Пап, я полью мою маму, дай мне! Стой, Фариде, стой! Крошка! Если бы смерть моей матери, отец, если бы он мог объяснить, что смерть матери – это неисправимая ошибка, я бы не заполняла пустоту абрикосовыми деревьями. Я думала, что маму опустили в землю точную косточку, чтобы все матери на земле называли меня дочерью. А быстро мама вырастет. Забавно, если она вырастет с меня. Мы станем играть. Я буду рассказывать сказки маме. Папа, а мне называть ее мамой, когда она вырастет такой, как я? Фариде, дочка, все не так, как ты думаешь. А как же? Я не знаю, как тебе это объяснить, моя девочка. Твоя мама... Не замети на Фенде. Хаджа начинает. Иду. Что делать? Нельзя вернуть ту, что ушла от нас. Но надо думать, как жить дальше. Девочка осталась без матери. А она такая крошка. Меня тревожит судьба Фариде. Если девочка растет среди солдат, что хорошего ее может ожидать? Она же будет взрослеть, станет юной девушкой. Бессимэханым позаботится о Фариде. Гюзидей просила сестру. Бессимэй девочке наполовину мать считай. А что значит наполовину? Мой ягненочек, ты к нам пришла одну? Иди сюда. Можно мне попробовать? Любишь халву? Больше всего на свете. Угости ее. Да. Сейчас, детка. Вот, попробуй. Ой, горячо. Придется немного подождать. К тетушке бессимэйди. А я, как остынет, принесу. Хорошо. Угопай. Бессимэханым, говорит, девочка останется у нее. А отец-то не против? Он должен согласиться. И этот особняк дом Фариде. Это верно. Конечно. Я принес тебе конфеты. А зачем? Чтобы не грустила. А почему? Братец! Не прикасайся к ней! Отойди! Не трогай ее! У нее мама умерла! Она и тебя может заразить! У нее умерла мать. Так просто и так безоговорочно. То, что не смог отец, офицер огромного роста, сабли на боку, сделали Неджимея и Кемран. Я узнала, что такое смерть. Помню, с того дня из-за смерти матери, я очень долго чувствовала себя переносчиком заразных болезней. Словно из-за смерти матери, мое прикосновение могло убить любого человека. Что за вздор? Не прикасайся к ней! Это опасно! Ты тоже можешь заразиться! Образ моей матери остался для меня, как сладость Халвы. Я забыла мамино лицо в день ее смерти. Жаль, что, глядя в ее угасающие глаза, уснула до самого утра. Кто же стирает такие воспоминания из наших голов? Кто? Тебе надо завтра уехать, свояк? До конца недели я должен быть в Кербиле. А я? Фериде останется в этом доме. Сестра доверила ее нам. Я буду присматривать за девочкой. Папа! Нет! Свояк, ты должен решать, как лучше поступить, но все же, девочке в таком возрасте не стоит жить среди военных. Три месяца в одном городе, пять в другом, и все на чужбине, на чужбине. Если хочешь, она может поехать с нами в тыкердак. Ах, солнышко, будешь сестренкой для мюшгян, как будет хорошо. Ты наша розочка. Она станет навещать вас на каникулах. Прошу простить, но я решил отдать Фериде в пансион. Что? Девочку в пансион отдать? Она и обузой никому не будет, и получит образование. Вы позволите, чтобы каникул она проводила в особняке? Конечно, тебе это решать не заметен, Дэй. Однако мы относимся к Фериде, как к родной дочери. Не знаю, хорошо ли обучать девочку в пансионе. Что семья скажет? Нет сомнений, все одобрят решение отца. Будет так, как он сочтет нужным. Папа, я больше никогда не увижу маму. Увидишь? Неправда, она умерла, а ты не говоришь. Смерть – это не все, Фериде. Человек умирает, только если ушедшего забывают живые. Поэтому ты свою мамочку сохранишь навсегда. Здесь, в своем добром сердечке, дочка. Да, но ведь я забыла лицо мамы. А ты посмотри на звезды. Ты обязательно ее увидишь. Но какая она? Надо подняться повыше. Ты ведь не уедешь, пока я буду спать? Нет, дочка. С утра мы с тобой поедем в пансион. Поэтому нужно как следует выспаться. Завтра рано вставать. Да, папа. Ну все. Я спущусь вниз и оставлю дверь открытой, ладно? Спокойной ночи, детка. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Не помешаю? Нет, свояк. Заходи, садись. Раз ты должен завтра уехать, это часть наследства твоего тестя, которая принадлежит Гюзеля. Мы и раньше не претендовали на наследство, и впредь не будем. Вот и напрасно. Все не забудешь размолвки между вами. Оба были упрямцы, ты и сейчас такой же. Тест не хотел отдавать Денщику свою дочь. Но я женился на ней. Но слишком рано потерял. Земля будет епухом, свояк. Аминь. На мой взгляд, Гюзеля хотел бы этого. Ты должен подумать о будущем дочери. А я думаю о ее будущем. Похоже, ты меня сейчас неправильно понял, свояк. Оставь свою щепетильность. Посмотри. Вот ваши деньги. Если прибавишь их к пенсии, останешься с дочкой и начнешь здесь новую жизнь. И кто знает, наступит день, ты снова женишься. Никогда. Никогда. Я ни денег не приму. Ни после Гюзеля я никого не назову женой. Послушай, свояк. Твоя дочь потеряла мать, когда она ей больше всего нужна. Теперь и ты уедешь. Потому я и выбрал пансион. Она не будет страдать от того, что у нас нет рядом. К тому же Фариде не из тех, кто будет сидеть дома с вышивкой и ждать свою судьбу. Ты же видишь. Она сорванец. Что верно, то верно. Пожалуй, она даст фору даже моему Кемраану. Наследство Гюзеля принадлежит Фариде. А соберется замуж, получит их как преданное. Что ж, раз ты так решил... Субтитры создавал DimaTorzok 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 КОНЕЦ ТЯТИС 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 Послушайте, она только что потеряла мать. Это стало для нас большим потрясением. Конечно. До конца недели мне надо вернуться в штаб-квартиру в Кербелу. Поэтому я должен найти какой-то выход. Понимаю. На самом деле она послушный ребенок. Феррида. Ничего, ничего. Все в порядке. Я сестра Алексии. А тебя как зовут? Ну, что ты молчишь? Представься, госпожа воспитательница. Простите. Вообще-то Феррида милый ребенок. Хорошо. Если хотите, теперь же все и оформим. Пойдем.